здравствуйте уважаемые зрители это геоэнергетика инфа студии главный редактор проекта . сборки михаил кокарев мой сегодняшний собеседник александр фролов здравствуйте александр здравствуйте здравствуйте александр вот россия планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки об этом журналистам сообщил вице-премьер россии александр новак цитирую мы не будем больше продавать нефть тем кто прямо или косвенно поддерживает придерживается принципов ценового потолка иными словами минус 500 тысяч баррелей в сутки с рынка это то чего добился запад вводя ограничения убирая убирать российскую нефть рынка никто не планировал хотели повлиять на доходы что вы скажете запад все-таки победил россию и санкции работают ну санкции как-то действительно работают но про победил не победил пока говорить рано пока говорить рано потому что боевые действия на экономических фронтах продолжаются и здесь мы видим картину которую пытался описать нам классика именно заместитель министр финансов соединенных штатов америки в октябре прошлого года он заявлял следующее россия есть миф что россия в случае введения потолка пойдет на сокращение добычи это ерунда для сокращения не будет потому что экономического смысла в таком сокращении нет ой хочется сказать сразу после этой фразы посмотреть в окно понять что март уже приближается и видимо сокращение добычи будет другое дело что все таки фраза господина новака достаточно краткая и в ней он попытался сразу охватить все и создал несколько вопросов на которые как мне кажется стоит о которых как минимум стоит поговорить чуть подробнее давайте во первых про количество и про ряд уже таких конвенционных возражений и так сколько нефти добывается в российской федерации сейчас если говорить только о сырой нефти без учета газового конденсата то добывается примерно 10 миллионов баррелей значит сокращение на 500 тысяч баррелей это сокращение на пять процентов пять процентов это существенное сокращение для такого игрока как россия но тем не менее это не катастрофа потому как после сокращения мы будем добывать девять с половиной миллионов и есть некое такое возражение которое озвучивалось на протяжении нескольких лет последних поясню почему нескольких лет и она особо остро стала восприниматься последние месяцы возражение следующего характера россия не может сокращать резко добычу нефти потому что потом она не сможет эту добычу нарастить но позвольте если мы сокращаем на пол миллиона баррелей получаем девять с половиной миллионов а не было таких ситуаций при которых мы сокращали больше и потом восстанавливали добычу и его удивление о ужас для отдельно взятых экспертов но действительно такое сокращение было в 2020 году в рамках соглашения опек плюс мы снизили добычу до восьми с половиной миллионов баррелей в мае июне и июле 2020 года и потом постепенно в рамках вот опек плюс стали эту добычу восстанавливать то есть мы не просто сокращали до таких объемов как планируем сейчас мы сокращали до еще меньших объемов и потом наши нефтяники благополучно смогли восстановить добычу разумеется это не просто разумеется это сопряжено с определенным напряжением сил нервов и затрат но тем не менее это возможно и наша нефтегазовая отрасль показала что она вполне может эффективно регулировать объем производства как понижая его так и повышая далее то есть это стандартное возражение вот мы на него сейчас ответили то есть сможет ли россия потом восстановить добычу сможет никуда мы не денемся все прекрасно восстановим а учитывая новые объекты которые должны уже вводиться со следующего года мы не просто восстановим мы можем даже нарастить ее сверх тех объемов которые наблюдались на пиковых значениях это далеко не 10 миллионов баррелей в сутки мы можем добывать 10 с половиной даже 11 миллионов баррелей сырой нефти поможем чтобы сможем добывать еще больше далее полмиллиона баррелей это довольно большая величина наверное опек плюс как-то возразил на эти на это действие опек плюс выразил свое недоумение как это так россия сокращает производство не посоветовавшись с остальными участниками соглашения нет опек плюс не возражает опек плюс не протестует опек плюс все устраивает я напомню что последнее заседание на последнее заседание было не так давно и судя по всему это сокращение было согласовано с остальными участниками просто ну по какой-то причине данная договоренность не попала в комьюнике по итогам на по итогам этого совещания которое продлилось что-то вроде 26 минут то есть все стороны были прекрасно осведомлены о тех параметрах добычи которые они будут принимать ну и о позиции россии в этих условиях тоже все прекрасно знали и сейчас никто не возражает цена нефти увеличилась цена нефти увеличилась безусловно но я бы не ожидал что она будет держаться на неких пиковых значениях которых она возможно еще не достигла будет держаться очень долго потому что сейчас идет истерика скорее всего цена снизится но при этом мы должны не сбрасывать со счетов следующий фактор растет спрос а довольно консервативная позиция опек плюс относительно уровня добычи проистекает из того что опек плюс пытается держать предложение и предложение и спрос в равновесии и сейчас как спрос начнет подниматься надо будет конечно же через некоторое время увеличивать увеличивать добычу в том числе и российской федерации но кто будет наращивать спрос китай китай будет наращивать спрос при том сейчас есть два вида прогнозов которые касаются китая прогнозы эти можно поделить на следующую группу китай увеличит добычу на много или он увеличит добычу на очень много то есть довольно консервативный прогноз высказывает опек что китай увеличит добычу на увеличит добычу спрос на 0,5 миллиона баррелей в сутки за 2023 год я сейчас мхатовскую паузу изображаю 0,5 миллиона баррелей в сутки за 2023 год а может быть он увеличит спрос на 0,8 миллиона баррелей в сутки за год то есть сейчас начинается рост спроса со стороны китая наши поставки в китай не регламентируются никакими ограничениями связанными с опек плюс иначе прошу прощения с опек плюс связанными никакими ограничениями связанными ни с какими ценовыми потолками и поэтому по мере роста спроса на российскую нефть в китае поставки будут расти добыча будет расти а сейчас наше сокращение ну во-первых позволит разгрузить на первое время танкерные мощности которые мы задействуем мы не на сто процентов перебросили все объемы которые шли по трубопроводам в европу морем то есть море часть этих объемов уже отправляется другим покупателям не европейским покупателям но часть пока мы перенаправить силу отсутствия видимо необходимых мощностей танкерных не смогли ну это разгрузит это решение несколько разгрузит данной мощности опять же насколько я понимаю ситуацию это решение не затронет поставки на восток то есть поставки по в сто сохраняться восточный сибирь тихий восточный сибирь тихий океан нефтепровод на дальний востоке не затронет это направление поставок данное решение сахалин не затронет скорее всего она будет затрагивать европейскую часть россии то есть ту часть в которой сейчас идет перестроение логистических цепочек как на нефть так и на нефтепродукты и здесь наверное поставки нефтепродуктов становится для нас более приоритетными потому что мы поставляем более маржинальные продукты ну то есть дизель стоит дороже чем не дизельное топливо то некоторые поправляют дизельное топливо стоит дороже чем сырая нефть ну а теряя на каждом отдельно взятом точнее теряя в количестве баррелей мы сейчас будем выигрывать за счет увеличения цены каждого отдельно взятого барреля потому что несмотря на тот факт что цены после того как подскочат до неких пиковых значений на истерике на спекуляциях они пойдут вниз но на фоне растущего спроса они не будут проваливаться до тех минимумов которые наблюдались в декабре в январе текущего года ну а там подоспеет и реформа реформа налогового законодательства российской федерации в рамках которой наша нефть начнет на на средний показатель цены российской нефти марки юрлс не будет влиять не будет влиять рынок роттердама и средиземноморья где ничего не продается но почему-то все еще идет влияние на которое потом сказывается на низко низком уровне налогообложения потому что налоги зависят от среднего показателя цены нефти марки юрус вот этот показатель тоже будет пересмотрен будет введена некая новая система подсчета этого среднего показателя не по не существующим теперь уже рынком а по тем рынком на которых мы присутствуем в реальности и после этого и наполнение государственного бюджета тоже пойдет по скорее всего пойдет по тому плану который был намечен первоначально то есть если резюмировать данное сокращение мы фактически анонсировали то есть им и с нашей стороны были прогнозы и со стороны руководства нашей страны тот же самый александр новак говорили о том что мы можем сократить добычу где-то до 0,7 миллионов баррелей в сутки но если кто-то нам не поверил если кто-то пытался с нами играть так что да куда вы денетесь вы все равно будете поставлять через нас вы все равно будете присутствовать на рынке вы не сократите добычу ну что ж мы сейчас покажем что мы настроены серьезно мы действительно готовы сократить добычу это не значит что добыча будет настолько низкой в течение всего двадцать третьего года спрос на нефть растет на дружественных рынках что самое главное спрос на нефть растет в том числе и на российскую тоже будем поставлять туда ну а пока немножечко встряхнем этот как-то слегка уснувший мировой рынок нефти ну и порадуем наших партнеров по опек плюс я думаю новые цены их должны немножечко порадовать я честно говоря не очень представляю что должно быть в новых пакетах санкций такого что чисто даже теоретически не должно ударить по нашим замечательным партнерам из европейского союза мне кажется девятый пакет санкций показал что сам процесс выдыхается там уже и блогеров стали под санкции подводить ну понятно надо чем-то документ наполнять а какие-то безболезненные для вас отрасли российской промышленности закончились да и то те которые на как те отрасли на которые вы пытались давить оказались не столь безболезненными как вам казалось я кстати здесь замечу что первоначально то наши объемы пытались убрать с рынка и исходили наши европейские американские партнеры из того что три миллиона баррелей в сутки российской нефти уйдут с рынка просто они наивно думали что эти объемы будут замещены нашими партнерами и с ближнего востока в первую очередь из объединенных арабских эмиратов и саудовской аравии но что ж оказалось в реальности не так как они планировали это опять же качество планирования не надо считать что там сидят какие-то абсолютные гении которые все просчитали у которых все это вот все это хитрый план нет это не хитрый план там тоже совершаются какие-то чудовищные нелепые совершенно казалось бы ошибки но может быть для это для нас они нелепые а для них эти ошибки вызвали глубочайшее удивление надо иметь свои свою голову на плечах и свой взгляд на этот мир который как выяснилось необходим потому что если мы будем смотреть на мир чужими глазами глазами в глазами арбуса глазами еще кого-то на вот то этот взгляд оказывается немножечко затуманенным а это в наше неспокойное время недопустимо благодарю александр за подробное интересное объяснение спасибо зрителям что смотрели обязательно подписывайтесь на телеграм-канал геоэнергетик инфо ссылочка в описании только там вы найдете все самые последние новости в сфере энергетики всего хорошего до скорых встреч